В общий для всех граждан праздник, День Конституции, в Чебоксарах прошла Республиканская Олимпиада Школьников. Ученики соревновались между собой в вопросах правовой грамотности. Олимпиаду «Я гражданин России» второй год подряд проводит Центральная избирательная комиссия Чувашии. Об особенностях конкурса в нашем репортаже. Участники Олимпиады – старшеклассники из разных уголков Чувашии впервые с соседним Ириэл. 31 сборная, в каждой по 5 человек. Готовились мы усердно. Сначала с учителем, потом мы ходили к главному председателю Территоральной избирательной комиссии Баттерского района. В фойе каждый участник получает специальный браслет. Это своего рода допуск к Олимпиаде. Мы даем браслетики для того, чтобы проверяющие не знали, как их зовут. А потом, чтобы можно было определить, кто выполнил работу и определить победителя, так сказать. Такой подход только на руку объективному и справедливому судейству, уверены организаторы. На торжественном открытии ребят всячески подбадривают взрослые. Предстоит ответить на 100 вопросов за 90 минут. Составлены они республиканским циком, подобраны его председателем накануне, после чего отправлены на хранение в сейф. Вопросы связаны с историей государства российского, с историей чувашской государственности, с государственной символикой. Есть часть вопросов, которые затрагивают организацию проведения выборов. Вопросы мы специально подбираем такие, на которые не каждый взрослый человек ответит. Даже тот, кто профессионально занимается этой тематикой. Но, тем не менее, ребята показывают очень хорошие результаты. Олимпиада чем-то напоминает ЕГЭ. Тестовые задания с вариантами ответов, мобильные шпаргалки под запретом. Правда, отбирать работы у нарушителей никто не будет. Предупреждать тоже. А если заметят, просто отчислят из призеров. Результат Олимпиады Центризбирком подведет через несколько дней, а победители потом пригласят в Чебоксары, чтобы наградить и вручить денежные премии. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика.